Доброе утро! В эфире новости на телеканале Катунь-24. С вами Анастасия Борисова и перейдем к выпуску. Алтайский государственный технический университет имени Ползунова и классический университет объединят свои усилия для участия в крупных научно-образовательных проектах. Ректоры двух вузов обсудили будущие проекты в сфере точных наук, говорили о совместных образовательных программах. Фундаментальщики и практики технологий могут совместно реализовать проекты в сфере информационных, био- и химических технологий, материаловедения. Руководители двух вузов договорились в ближайшее время начать их реализацию. Как отучить детей от вредной еды, привить любовь к овощам и фруктам, научить заботиться о природе и не бояться насекомых. Преподаватель-биолог Татьяна Антоненко разработала проект «Живая наука». Более того, она выиграла грант на его реализацию в проекте для мам-предпринимателей. Подробности далее. Когда у Татьяны Антоненко возник выбор, чему посвятить жизнь медицине или биологии, она выбрала биофак Алтайского госуниверситета. Там отучилась и работает уже почти 20 лет. Доцент кафедры зоологии и физиологии. Ее страсть – изучение кошек. Татьяна, кстати, единственная в России защитила кандидатскую диссертацию по поведению кошек. Сейчас она в декрете, но это не стало для нее поводом расслабляться. Она разработала проект для детей «Живая наука», в котором дети изучают природу. Птиц, насекомых, членистоногих. Причем не просто по картинкам. Ну, прообразом послужили занятия, которые проводила по просьбе родителей, моих друзей, когда они говорят, ну вот давай придумаешь какой-нибудь урок, чтобы напугать детей о вредной еде, допустим, кока-коле и чипсах. Или у вас так все здорово в университете. Ну вот и что-нибудь для школьников бы такое придумать интересное. И тогда мы попробовали. Да, действительно, ребятам очень интересно заниматься биологией в любом возрасте. Потому что я считаю, что биология и даже просто изучение окружающего мира, оно не может быть только в теории. Это все нужно делать на практике. С проектом «Живая наука» Татьяна победила в конкурсе «Мама-предприниматель». Как вести уроки она прекрасно знала, а вот как это совместить с предпринимательством? Училась просчитывать проект с экономической точки зрения. Сумма выигрыша 100 тысяч рублей. Их Татьяна тратит на оборудование. Сачки для экскурсий, лупы, пинцеты, микроскопы, бинокуляры. Все для того, чтобы сделать уроки интереснее. Здесь мы ходим уже четыре дня. Пять. Мне тоже понравилось больше всего про птиц. Я, правда, не была на пауках. Но я их не особо люблю, поэтому мне кажется, что все равно бы. Но мне очень понравилось, как мы смотрели разные перья под микроскопом. Потому что, ну, как бы, казалось бы, вот перо, а у него у всех разное строение. Мы изучили то, что у какого дерева какой есть плод. И то, что не всегда это плод, а может быть ягода или даже, как называется, например, цитрусовый померанец. Да, мы пробовали апельсин, горький перец и лимон. Яблоко пробовали, огурец пробовали. У меня в руках горький перец, и это считается не плод, а ягода. Перья птиц изучены, насекомые рассмотрены. Дети в восторге идут на природу, чтобы самостоятельно найти объекты для изучения. Ловят их в местных парках с очками, исследуют и отпускают на волю. Татьяна учит детей беречь природу и относиться к ней с уважением. Ему очень грустно и одиноко, и он решил остаться с нами. И уходить совсем не хочет. Ну, кто же есть сын, чай, я же слышу ее. Ему надо найти самку. Ищите, у вас очки в руках. Анна Москаленко, Михаил Лифоншан, Новости. На Алтае будут снимать комедийный фэнтези-сериал «Таверна НПС». Главной декорацией для него станет Белоярская крепость. Ее сейчас восстанавливают под Новоалтайском. Режиссер картины Михаил Мясников, победитель творческой лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского. Съемки его фильма начнутся уже в октябре. «Таверна НПС» – это игровой проект о спасении человечества из пуд корпорации, выпускающей компьютерные игры. Со злом будут бороться пенсионеры, получившие новые аватары в виртуальном мире. Эту идею высоко оценили эксперты на Шукшинском кинофестивале в 2019 году. И на этом выпуск новостей завершен. Еще больше актуальной информации вы найдете на нашем официальном сайте katun24.ru. А также предлагайте свои темы, возможно, мы расскажем о них в нашем эфире. В студии была Анастасия Борисова. Хорошего дня и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова